всем приветики глядя на все это кажется что сейчас будет запускаться какой-то мини реактор или что-то такая непонятная штука но дело в том что я хочу затестировать наконец-то свой башейкер дело в том что вот он я сначала купил себе башейкер это вибро сабвуфер но для него нужен усилитель я сначала купил вот этот но он вот он уж на 100 ватт и пиковая мощность 200 а это всего лишь на 100 при двух омах а там четырем и тогда он выдает это 90 я купил создать на 200 ватт усилитель но не нашел для него нашлось только на 350 то есть вот этот для этого усилителя вот блок питания для этого усилителя нужен трансформатор на 350 ватт трансформатор нужен ну и player вот наверно покажу сейчас все отдельно ну в общем вот он башейкер сам динамик вибро буфер то есть выброса буфер 4 моста ватт пиковая 200 здесь такая вот подложка ложится сюда вставляются провода вот она выходит и подключается к усилителю затем я вот купил такой вот усилитель на 100 ватт для башейкера к ним пришлось докупить провод потому что нужен вот такой вот провод переходник с джека на джек у меня такого не было два одинаковых такси сюда такое вставляется и player мой с которому воспроизводит вот он тоже сюда такой же вставляется вот так получается player идет к усилителю но чтобы он работал сюда нужно еще получается вот они идут провода так там немножко запуталась вот в общем идут провода с усилителя ну то есть вот он слетель сюда подку через провод подключается player на плоре включается музыка и играет сюда через этот провод усилитель приходит питание которое мне тоже пришлось куда купить отдельно вот блоком питания на я покупал чтобы он уже выдержал мой мощный 24 вольта вот это либо для нас либо 24 я посчитал что лучше всего брать 24 в общем там с таким расчетом что чтобы 100 ватт точно было вот включается он в розетку так вот питание через сюда через блок питания приходит вот сюда в этот провод заходит меня здесь проводами сейчас как нам учишь вообще ничего не понятно будет так как мне это показать в общем вот усилитель вот блок питания включается блок питания в розетку и через блок питания который включен там розетку приходит энергия в усилитель вот оно все приходит по проводам усилитель питания по проводам когда питание пришло сюда выходит разъемчик такой вот как раз сюда тут знаем куда подключается своим разъемом вот там подключена динамик сюда пришло питание по этим проводам вот сюда и здесь включается по через player музыка все она работает но здесь всего лишь 100 ватт а при 4 хома где-то 90 вот и так как этот усилитель слабоват всего лишь на 100 ватт а он уж туда 200 пиковая да и вообще есть только 90 я купил помощнее на 350 ватт усилитель он такой более более серьезный такой более солидный вот а еще почему я покупал большой этот потому что это маленький когда включаешь он просто включен он слегка вот здесь греется когда начинает играть динамик вообще сильно греется кипяток становится и ну не кипяток но пальцем когда долго держишь как будто горячего то становится и типа я написал продавцу которого который потом сказал типа у ваш динамик слишком мощный для него типа он слабоват для динамика но раз слабоват я решил здесь помощнее вот вот этот большой и но дело в том что он тоже греется когда правда когда выключен когда просто включены не работает он не греется хотя тот чуть как греется но когда работает здесь начинает нагреваться вот эти вот штуки и вот эта штука тоже начинает нагреваться вот ну и в общем сюда вот подключается динамик когда это сам усилитель получается вот это через этот разъем подключается динамик вот он разом для динамика вот он идет разъем провода длинные и что подключается динамик через этот разъем вот у меня два знака хозяева на двух усилителях и сюда выходит плата управляющая, здесь как бы регулируется громкость здесь громкость больше, меньше здесь уровень среза, то есть как будет сильно резать, остальные частоты оставляя только низкие ну вот собственно сюда, к этой штуке подключается еще и и плеер вот так вот подключается к этой штуке вот так вот, плеер подключается к этой штуке а питание питание подключается вот сюда вот сюда разъемом сейчас покажу разъем вот таким вот разъемом вот он тройной разъем и сюда включается питание но питание не простое а трансформатор целый то есть сюда много чего надо получается ну и вот он сам трансформатор троидальный такая вот штука приходит 220 выходит 26 написано на самом деле 23-24 ну 24 мне хватает в принципе вот сюда получается вот сюда заходит провод из розетки вот он вот он из розетки включается в розетку и сюда приходит по этому проводу в трансформатор а из трансформатора выходит в общем два провода три провода потому что нужно двойное питание тройное питание то есть двойное переменное напряжение обычно сюда приходит просто переменка а сюда выходит двойная переменка то есть эта переменка эта переменка а это ноль сюда приходит переменка и ноль а выходит две переменки вот они идут идут Ну и, в общем, выходит по этим проводам длинным, вот по всем, выходит на этот разъём. И этим разъёмом подключается туда, к усилителю. То есть, блин, такая бандура получается вообще. А вот. Ну, в общем, вот так всё это выглядит. Это, честно говоря, столько освещения. Лампа, которая на потолке висит, вот эта лампа, которая здесь освещает. Потом на этой полочке, вот на этой, сверху стоит лампа, которая вот эта всё. То есть, вот эта лампа, вот эта. Сейчас покажу. Вот эта лампа освещает вот тут. Та, которая на этой тумбочке стоит, вот тут освещает. Ещё сейчас за мной лампа стоит, сюда светит. Ещё на потолке лампа светит, ещё на камере включено. Здесь, блин, столько освещения, вообще жесть. Вот, ну, в общем, вот башекер лежит. Вот один усилитель. К нему, вот, получается, вот усилитель лежит. Вот, к нему, вот идёт по этим проводам трансформатор подключен, который, который вот через красные провода идёт, в розетку подключен. Вот, то есть, включен трансформатор, идёт, даёт питание сюда. Отсюда идёт провода, они подключены пока что ни к чему. Здесь вот, как бы, типа, управляющая громкость, типа, вот она, и сюда плеер подключается. Здесь второй усилитель, сейчас он, в данный момент, подключен. Вот от него идёт питание, вот этот блок питания, блок питания подключен в розетку. И к нему, как раз-таки, в данный момент подключен башекер и плееры подключен. Вот его первым можно и затестировать. Ему что-то нравится. Ну, не знаю, как-то он то ли громче звучит, то ли что. Он, вроде как, как-то более глубокий там бас у него. У него более потише, ну, как это сказать. В общем, когда он играет, я, получается, ставлю его на пол, придержу ногой, потому что он мощно вибрирует. И включаю. И вибрация, ну, и не сильно она выталкивает ногу. А вот когда я это включаю, сильнее выталкивает, но бас не такой, не такой сочный, как вот здесь. Здесь бас не такой сочный, как здесь, но здесь более вибрация какая-то жёсткая идёт. Но там всё-таки 350 ватт, и здесь я могу на максимум выкрутить, не боясь, что спалю. А здесь как-то боюсь на максимум выкручивать, потому что, ну, всё-таки здесь 100, максимум 2, пиковая 200, то есть толчки 200. А я 350 вообще даю, и мне как-то страшновато. Поэтому, а здесь же непонятно, где оно громкость вот этой крутёлки, где там 350, где там что, примерно на глаз. Ну, и, в общем, немножко, ну, этим немножко страшновато пользоваться. Вдруг там, типа, перекрутишь, да спалишь. Да и вообще, по идее, сто ему надо даже давать. И пиковая какая, ну, например, 150 поставить. А где там 150, оно же непонятно, блин. Ну, вот. Ну, первым сейчас затестим вот этот. Ну, в общем, вот так вот всё оно выглядит вблизи. Трансформатор. Здесь уже лампочка горит, когда она подключена. Вот он, трансформатор. Вся эта техника управляющая. Здесь всё это рабочее. В этом уже включено всё. И вот если включить здесь, например, ну, я сейчас буду придерживать сейчас. Вот так я придерживаю ногой. Здесь включаю музыку. И здесь получается, здесь максимум на плеере. Настройка уникальная, то есть басовая. Вот. А здесь... Вот это срез. Получается, на плеере максимум стоит. Срез стоит максимальный. А громкость... Максимально срезана, то есть. А громкость максимально громкая. Ну, можно срез поменять. Вот сейчас включаем. И убираем срез. А сейчас срез я уберу полностью. Я не знаю, что с моей ногой. Она дрожит. Я не знаю, что с ней. А если без ноги? Но рукой сложнее держать. Можно поставить сюда, например. Если без ничего не держать, он вообще сейчас будет прыгать. То есть вот так это будет выглядеть. Ну, то есть вообще жесть творится полная. Тем более на максимальной громкости его лучше придерживать, конечно. Ну вот. А дребезжить, потому что, во-первых, он сам скачет от басов. Во-вторых, это скачет штука. Поэтому я его придерживаю. Но если положить... Это получается на деревяшках было здесь и здесь. А это получается на ковре. Потому что там ковер. А на ковер постелена ткань. Если на ткань положить... Ну, естественно, надо ногой держать. Потому что все-таки максимально... Максимальная громкость. Может быть, даже лучше сейчас. Я даже, наверное, вот так его расположу. Прижму ногой и включу. Ну, здесь он не такой глубокий. То есть, ковер немножко скрадывает звуки. Не такой глубокий. Но если положить его, например, на пол... Ну, все-таки получается... Здесь вот деревяшка. Под ней пустота. Ну, то есть, пол на лагах лежит. И все-таки там какое-то есть пространство. Ну, то есть, как коробка такая небольшая. И звук получается уже другой. Вот если сейчас... Опять прижать... То... Ну, уже как-то посочнее. И чувствуется... Вибрация идет вот здесь по рукам. Когда игра чувствуется, по рукам рядом идет вибрация. Ну, как-то... Здесь, хоть оно не так сочно, но... Бас как-то отсюда на ковре приятнее идет. Ну, получается... Я даже не знаю. Здесь меньше вибраций идет. И оно как-то по-другому звучит. Я не знаю. Может быть, даже как-то и поприятнее немножко. Вот. Ну, а теперь надо было бы затестировать вот эту штуку. Кстати, как оно там нагрелось, не нагрелось. Ну, уже такое горячеватое немножко. Да, да, уже чувствуется пальцами. Не обжигает, но горячеватое. Это еще можно рукой... Ну, я его подержу рукой. Вот сейчас немножко вибрация, ну, по руке идет. Но по полу, когда рядом прикладываешь, вот сюда, рядом прикладываешь, вообще по руке не идет. А в то время, когда там, на деревяшке, здесь же получается ковер между деревом и динамиком ковер. И прикладываешь, рядом вообще не идет. А там, когда на чистой деревяшке лежит, прямо далеко руку ложишь, вообще далеко. И оно чувствуется прямо на полметра ложишь, ну, не на полметра, ну, примерно. И прямо чувствуется, по руке вибрация идет. То есть, лучше, ну, на голую деревяшку. Вот здесь вот, например. Ну, здесь чувствуется, а там, вот тут не чувствовалось. Можно сделать еще такую штуку, приложить к шкафчику. Блин, он уже сам начинает греться. Вот здесь вот начинает греться. И включить. Не, ну, здесь сильное дребезжание идет, потому что я не могу его подержать, а он немножко выпрежет. И, получается, стучит по шкафу, это аж слышно, и это неприятно на слух. Вот, ну, а теперь, как вы можете видеть, получается, здесь уже ничего не подключено. Динамик, вот он идет, подключен сюда, к этому усилителю. Вот он идет, провода, сюда. И плеер уже подключен к этому усилителю. Теперь попробуем через него запустить. Мне кажется, что через него бас более такой сочный, более глубокий. Но не такой... Но вибрация меньше. А здесь вибрации... В этом вибрации больше, но сам бас не такой мощный, как здесь. Хотя самой вибрации больше, но бас не такой объемный, как бы, вот. Так вот оно, кстати, выглядит все это, подключается. Сразу не показал, вот оно идет туда. Хотя уже, наверное, надоел с этими показами. Сюда вот плеер подключался, сюда вот динамик. Так, сейчас вот оно идет. Это питание, вот они идут, провода. Сюда в трансформатор. Кстати, я немножко побаюсь, потому что там меня только ударили, чтобы тебя переменка ударила. Нужно 60 по стоянке, вернее. А чтобы тебя переменка ударила, нужно 30. А здесь 24, нам нужно двойное. Если их сложить, получится 48. И уже, то есть 30 уже для человека будет ощутимо. То есть, если где-то здесь вот пробой будет, ну, то есть, сюда же 2 приходят, 2 четверки. То есть, здесь где-то 48. Если где-то пробой будет, идти на пальце, то почувствуешь, как бы, немножко страшно. Все-таки я нужны в корпусе, вдруг где-то что-то как-то и по пальцам, и как даст. Ну, то это немножко так опасненько. Вот оно так вот все подключено. Здесь плеер, вот он идет сюда. Здесь вот динамик. Вот он идет, провода эти все. И на динамику оно не пошло, а это питание. И здесь вот оно все. Ну и тут. Так, включаем. Как и в прошлый раз, ставим ногу, включаем. Так, что-то не так. Громкости не было. Получается, вот это срез, а вот это громкость. Ну, вот это вот 350. Соответственно, где-то вот это 175. А так, где-то, ну, пусть будет, наверное, 150. Может быть, такое, по идее, что-то. Ставим ногу. Как-то оно тихо играет вообще. Хотя, по идее, там 150. Вот это сейчас круто, ну. Это вообще 185, по идее. Так уже 200, по идее. Блин, вот так получается, вот так вот 300. Вот так вот 300. Блин, как это показать? Получается, вот так вот 300, вот так вот 175. Я стоял где-то вот так, то есть примерно 150. И оно слышно, что вибрации идут такие дыр-дыр-дыр. Но звука громкости почти что нет. Вот оно как оно играет. А вот это 350, по идее. Уберём срез. Ну, по звуку он вообще намного хуже играет. Хоть и усилится, и мощнее, но намного хуже. Ну, я вдруг убавил громкость и добавил среза. Но при этом оно играет как-то вообще плохо. Вот когда оно лежит, вибрация здесь вот рукой ощущается. Ощущается. Но рука моя здесь не подпрыгивает, как от вот этого. От вот этого у меня аж рука. Аж рука дрожала. Здесь она не дрожит, но вибрация ощущается. Вот. Я не знаю, может быть, это нормально, может быть, нет. Ну, вот. А попробовать здесь, может быть. Прямо, ну, не знаю, как-то звук похуже. Такое ощущение, что вибрация вроде бы такая же, именно по полу идёт. Но по звуку и по... Ну, он вроде не так сильно подпрыгивает. Там у меня аж прям рукой тяжело было держать. На том маленьком. На этом большом я держу, и рука особо не подпрыгивает. Хотя по громкости вроде и больше. Вот. Получается, что вроде как усилитель мощнее, получается. И громкость здесь больше. Но звук тише. Хотя при этом вибрации больше. Как так, не знаю. Но вибрации не такие сильные. Ну, вибрации... Самих вибраций идёт больше, но звук и сила... Ну, звук как-то потише. Вот здесь, получается, он и посильнее, и громкость побольше. Но звук потише, и вибрации послабее. Их больше вибраций, но и слабее. То есть, получается, как-то, ну, прямо чувствуется, что по руке идут вибрации, и вроде как больше их, чем в том маленьком. Ну, чем он в том маленьком. Но дело в том, что... Там прямо звук такой мощный, и прямо аж рука еле держит. А здесь как-то... Ну, а здесь можно вот сейчас попробовать на этом. На ковре уже сейчас я включу. Ну, а здесь вот видно было, что без... Без руки он так неплохо прыгает. И на ковре как-то, я не знаю, получше, что ли. Как-то этот усилитель на ковре получше звучит, чем без ковра. Здесь такого нет. Вот если поставить рядом... Я ничего не меняю. Просто там выключил, здесь включаю. Ну, блин, не знаю даже. Вот сразу, когда я его выключил, включил этот, казалось, что он тихий. А сейчас уже прошло немножко времени, и кажется, что уже вроде нормально как-то. Я даже не знаю. Так, а что по нагреванию? Здесь вот он снизу. Вот здесь вот он тёпленький как бы. Немножко тёпленький. Хотя я не даю ему, по идее, по идее многовато. Если он рассчитан на 100, а я ему даю 150, то, конечно же, он будет греться. Хотя там вообще 90, по идее, выходит. Но он тоже грелся. Странновато как-то. Что... Ну, он... На 100 ватт пиковая 200. А он вот здесь от 90 уже там снизу начинал греться. Странно. Хотя, если, может быть, давать ему, я не знаю, каких-нибудь 70. Ну, просто, чтобы, если он долго будет играть, ну, типа, не сгорит ли он. Если он уже сейчас греется, хотя сколько мы тут 25 минут тестируем. Вот это с перерывами, с паузами. А если он будет без перерыва лупить, там, часа 3, там, например. Или вообще весь день. Вот это вот немножко... Ну, тоже мне не нравится, что он греется, как бы. Вот. Хотя тут у него корпус такой. Там внутри получается динамик. Вот видно, такая окружность небольшая. Вот такая идет. Посередине вон, такая окружность, как бы, такая идет. Вон он такая, не знаю, видно, там не видно, такая. Вот у него окружность такая идет. Вот это сам динамик. А вот это уже корпус, как бы, железный. Он должен охлаждать немножко. Вот. Ну, можно протестировать на шкафе. Но, я думаю, будет то же самое. Сейчас будет жестко дребезжать. Да, то же самое. Ну, в общем, что можно сказать, подводя итог между двумя этими усилителями. Мне нравится то, что этот как-то мне больше нравится. Кстати, нагрелся ли этот? Ну, так. Он даже почти что не особо нагрелся. Да. Вот сейчас, если проверить нагрев, этот такой, ну, прям тепленький, но уже остывает немножко теплее. Ну, то есть, он чуть-чуть остыл, уже немножко не горячий, просто такой уже теплее стал. А этот... вообще еле теплый. То есть... Ну, наверное... Но для него... Для него... динамик мощный, как бы. И поэтому он сильно греется. Для этого... Не сильно мощный, но вообще на 350 рассчитан. Плюс я еще громкость максимальную ставлю. Плюс здесь 150, и он греется, если поставить немножко меньше, например. Я не знаю, вот так, может быть, будет... Ну, если так 0, так 350, так где-то 175, то так, наверное, будет где-то... 175, половина, вот так где-то будет 80, наверное. Вот. Если на такой громкости включать, то может он вообще не будет греться, и может быть он будет меньше греться. Хотя он так и врирует, что мне кажется, он все равно будет греться. То есть, в то время как трансформатор, вроде... Если страшновато, там 220 заходит, если немножко страшновато его трогать, он не греется. Ну, и подводя итог, мне как-то вот этот... Этот больше нравится усилитель. Единственное, что он слабенький, ну, то есть он не рассчитан на него. То есть, для этого усилителя этот динамик мощный. А так, мне он как-то больше нравится. Тем, что как-то и бас мощнее, и вибрация пожестче. Ну, вот. И компактнее как-то он и вообще... Ну, вообще как-то он мне больше нравится. Вот. В то время, когда здесь... Здесь я что-то как-то... Ну, после него, вот, когда сразу его включаешь, включаешь вот. Когда вот немножко его не послушаешь, против этого времени, включаешь этот, вроде нормально. А когда после него сразу включаешь этот, чувствуется, что уже бас какой-то, немножко как-то послабее. Вот. Ну, как-то... Не знаю. В общем, мне этот больше нравится, но он слабенький и сильно греется. Этот, этот вроде и мощный, и не сильно греется. Не так, как этот. Хотя, если он долго потребует, то ведь, ну, что он нагреется. Хотя, здесь такой радиатор большой. Вот. Ну, как-то там бас не очень. Ну, в общем, пока что даже не знаю. Но это, кстати, оно играет сейчас вот на этом, как его, на деревяшке и на ковре. И на шкафе. То есть, оно лучше всего на чем-то деревянном играет. А если приложить, например, к стене, то там звука вообще не будет. К примеру, он взять, например, сейчас. Хотя сейчас, вот пока нес к стене, положил его на пол, взял и включил рукой. Сейчас все как-то это... Кажется, такая вибрация пошла, что вообще все вокруг вибрия. Ну, не знаю, чисто ощущение такое. Нет колени стоят, прямо чувствуются удары под колени. В общем, жесткая штука. Это уже закончился трек. Не знаю, мне кажется, вам не слышно будет. Вот сейчас, вот когда оно лежит возле двери, и прямо кажется, что прям аж эхо какое-то такое вокруг идет. Во-первых, под коленом чувствуется вибрация вот здесь вот. Во-вторых, кажется, что все вокруг вибрирует. Звукан такой идет. Вполне возможно, что вот там, где оно играло, может, именно здесь лак проходит. Ну, то есть, получается, как полырова. Получается, лежат такие палочки под полами, а между палочками пустое пространство. И на... Ну, вот палочка, еще палочка, и таких палочек много, и на них лежат деревянные полы. Может, именно, может быть такое, что здесь лежит именно палочка. Я прямо на эту палочку соответственно, там особо не было пространства, то есть, оно лежит посередине. А вот сюда положил, и как раз палочки, может быть, как раз, может быть, одна здесь проходит, а другая где-нибудь там. И как раз здесь такое пустое пространство, и поэтому такой большой звук она распространяется по всему тому пространству внутри, и такое мощное эхо идет. Не, ну, вам не слышно, но мне... Мне... Вам не слышно, но мне по-любому сейчас ощущается такое вот эхо, такое прям бум-бум-бум-бум, и прямо аж шкаф задребежал. И стол, где у меня стоит компьютер, он тоже, тоже задребежал. Как-то так вообще прям жестко. А может быть, то, что я изменил эту, я поставил здесь 80, ну, то есть, уже не такое мощное, просто если... Суть в том, что, если у тебя есть какая-то колонка или динамик, и ты ему даешь больше мощности, чем он может потянуть, он уже не играет, а захлебывается так и начинает... Ах-бл-бл-бл-бл. Если это басы, то будет уже не бух-бл-бл-бл-бл-бл. Ну, будет не бухать, а плеваться так... Ну, в общем, ерунда будет. А когда даешь именно ту громкость, которую он может потянуть, ну, именно правильно, вот тогда уже будет прям вот... Может быть, именно то, что я сейчас понизил, кстати, вот. Но, видно, поменьше стало. Вон, было чуть-чуть побольше, вот эта вот крутелка. А сейчас он прям вообще... Приятный такой бас валит. Прямо ух! Я прям ощущаю, как пространство вокруг меня все дребезжит. Вообще круто, реально. Но, даже я не знаю, даже как-то классно. Не знаю, как будет тот усилитель. Это, кстати, вот этот усилитель. Не знаю, как тот. Вот. Но сейчас попробую к стенке. Может быть, дело в том, что есть место такое, а тот усилитель вообще будет стены разносить. Не знаю. Ну, сейчас попробуем к стене. Ну, в общем, как вы слышали, только что от стены особо звука никакого нету. И руку я прилаживал рядом, вибрации тоже особо нету. Могу сейчас, в принципе, без записи попробовать, ну, потому что я так не смогу, пойти одной рукой держать, а в другую сторону пойти посмотреть, послушать и сказать ощущение, как оно там с той стороны ощущается или нет, потому что это у меня спальня, а с той стороны коридор. Хотя нет, должен сказать, сработает. Именно звука особого нету, когда ты вот представляешь. Звука особого нету. Но дело в том, что я пошел на ту сторону, в коридор, у меня с той стороны висит картина, и она дребезжит. Я руку приложил, ну, и как бы звука особого нету, вот как, например, на поле прямо чувствуется такое бум-бум. Такого особого бум-бум нету. И руку приложил. Не чувствуется такое, как на деревяшке прямо, что аж по руке идут такие, как бы, сильные толчки. Не чувствуется, а чувствуется какая-то колёгенькая вибрация. Именно вот, ну, я приложил именно вот с той стороны, где динамик, ну, то есть вот так вот напротив чувствуется. А картина, которая висит чуть дальше, она аж дребезжит. Слушай, я даже могу... А, правда, я не знаю, как мне держать тогда камеру. Ну, я сейчас попробую показать, сейчас. Так, ну, в общем, вот он, динамик. Я его держу, перехожу на ту сторону. И, вы слышите, что-то дребезжит. Мне кажется, картина. Ну, я не уверен, она ли это. Сейчас я попробую, блин, жёстко. Ну, в общем, такая штука, что я здесь держал динамик, вот здесь вот примерно, здесь вот или здесь вот, а сам стоял вот здесь. И у меня дрожала вот эта вот картина. Она дрожала, вот такой, слышно, было такое длинное, лёгкое такое дребезжание. Я придержал её рукой, ну, правда, пока я снимал, я не мог это делать, но когда я остановил запись, и одной рукой держала, а второй придержал картину, дребезжание исчезло. То есть яобрал рукой, слышно такое лёгенькое такое, ну, как вот, какцу-то ликонечка, так дребезжит такой. И обрежабらывала картину, потише стало. Но слышу ещё где-то дребезжание, поворачиваюсь. А это зеркало. Вот эта штука. Я потом еще его рукой придержал, вроде как потише стало То есть от того, что с той стороны играл динамик Получается, вот эта динамика И получается, из-за того, что он играл С этой вот стороны Здесь вот дребезжала картина А там вот дребезжало зеркало И это реально жестко Это реально жестко То есть, вроде звука особого нету И как бы И ударов особых таких нету И когда рукой притрагиваешься Чувствуется что-то такое Не такое громкое, как от деревяшки Но при этом То, что висит, например, за стеной картины Там Зеркала Начинают слегка дребезжать Ну, блин, вроде нормальная штука Вот Не знаю, как это будет Хотя, если положить снизу Например, к потолку приложить Оно будет идти по бетону У них, получается, пол будет дребезжать А не будет ходить, а пол будет дребезжать Еще что-то на нем лежит Тоже будет так Звезут создавать Такое, если так То это прикольно У меня просто нет возможности проверить Но если за стену я могу зайти А вот она С этой стороны положить А сюда прийти То Как я снизу положу Чтоб проверить Как мне будет ходиться В этот момент по полу Вот Ну, вообще Меня прямо это порадовало То, что Картина за дребезжала Прикольно Если хотите Можете еще раз вот послушать Ну, в общем Не знаю, слышно оно там было Или не слышно Ну, в общем Дребезжала картина немножко Ну, она не то, что шевелится Но слышно такое жужжание Такое Как будто, вы знаете Ложка на тарелке Слегка Так И я еще когда стоял Получается С той стороны Держу рукой Так вот Держу рукой Так вот С той стороны А с этой Так вот Получается Бедром Немножко бедром Прижимаюсь к стене И Так вот прижат Вообще Я рядом стою Ну, что потому Что, чтобы рукой Сильно прижать Динамик Потому что Он пытается Из рукой скачать И по бедру Честно-чутка Чувствовалось Такое Шло Какие-то удары шли Потом лицом прислонился Лицом Так вот К стене И вообще Прямо аж Слышно Прямо Там что-то Долбенит Такое в ухо По щеке Идет такая вибрация Ну, в общем Нормально Нормально Он так неплохо Передает за стенку Честно говоря Ну, честно говоря Для меня Это прямо Стало неожиданностью То, что Что так Так может Такое происходить Картина дребезжит Я просто так не делал А сейчас прислонил К стене Задребезжала Картина И вообще Кажется Все дребезжит Картина дребезжит Прямо на той стене Которой прислонен Динамик Придерживаешь картину Слышно Еще где-то Что-то дребезжит Вроде как Зеркало У меня еще Над дверью Там Над проемом Еще такая Типа Палочка На которой Шторка висит И шторка так подвешена Кажется, что Она дребезжит Ну, в общем Блин Вибрация идет Особенно Когда я Прислонился Вообще Лицом Ухом Слышно в ухо Такой бум-бум И по щеке Такая вибрация идет Ну, как-то Щеки Они же мягкие И хорошо чувствуют Ну, прям вообще Прям Я прям Порадовала меня Его действия Через стену Единственное, что Меня не радует Это то, что Он здесь вот Греется Вот именно Получается В этом кружке Где расположен Динамик Он греется И то, что Сами усилители Греются То есть, что Этот вообще жестко Греется Этот так слегка Греется И то, что Он сам греется Просто если Оставить, допустим На целый день Ну, типа Не сгорит ли он Вот в чем вопрос И он Вот в чем дело Ну, если сюда Можно направить Вентилятор В принципе, да Он будет Обдувать радиатор И будет Как бы охлаждение То там-то Все к стене Прижато То есть Он прижат к стене Допустим Ну, то есть Вот в середине Динамичек После него Еще пространство Сейчас покажу То есть Видите Такую Вот окружность Вот он Такая Высвечивается Трехая окружность Это и есть Динамик А вот это То есть Вот он Динамик Круглый А вот это Пространство Которое идет Вокруг Это уже так Просто пространство Получается Он внутри И он Именно он Греется А вот это Вот не греется То есть Получается Как ты его охладишь Если он внутри Если он прижат к стене Если вот он И он прижат к стене Есть еще Есть еще Такое пространство На железяку Дуть Что ли Чтобы железяка Охлаждалась Так тоже Как-то Не Не особо Оно Мне кажется Не особо Поможет Вот Как-то так Такой вот Такой вот Тест Я прям Даже неожиданно Я знал Что оно На дереве Будет хорошо Играть Потому что Вибра Вибрация Что вибродинамики Что вибросабуферы Они хорошо На дерево Передают Звуки Для него Я думаю Они и придуманы Как бы Для дерева Вот Чтобы ты мог Приложить К любой К любому Деревяшке К любому Я не знаю К сиденью Автомобиля Например Оно В принципе Для этого Предназначено Ты под сиденье Автомобиля Ставишь Можно Один под сиденье Второй на спинку И кайфуешь Сидишь Вот Но для бетона Оно же не предназначено Но тем не менее Вибрация идет И довольно-таки Неплохая Вибрация идет Так что Это для меня Прямо стало Неожиданностью То что Особенно То что задребежала Картина Если бы картин там Не было Я бы может быть И не заметил А так Оно прям Аж чувствуется Это приятно Честно говоря Можно То есть Дает какие-то Мысли Для размышления Вот Как-то так Ну на этом все Такой вот тест Всех моих Усилителей Двоих Ну А на этом все Всем Покеда